Коронавирусное поражение нижних дыхательных путей значительно отличается от бактериальных пневмоний, с которыми мы обычно имеем дело. Как лечить пациентов? Первый период, когда происходит борьба организма и включение собственных защитных иммунных сил, вот эта первая неделя, наверное, в большинстве случаев, она является решающей для организма. Что нельзя делать в этот период, причем при любом развитии заболеваний, если это не считать только очень тяжелым, критичным состоянием? В большинстве случаев не требуется назначение антибиотиков. Ни в коем случае. Это показал наш собственный опыт, об этом говорят сейчас и зарубежные специалисты. Почему мы к этому пришли? Потому что мы сплошь и рядом видим неэффективность этих препаратов. Это препараты, которые борются с бактериями. Они в принципе неэффективны против вируса. Но все они, нужно понимать, обладают иммуносупрессивным эффектом. Поэтому они могут оказать обратный эффект. Назначая один, второй, третий препарат, мы можем удлинить, пролонгировать присутствие вируса в организме и ослабить иммунитет. Мы видим сейчас это очень часто. Поэтому в этот период назначение антибиотиков можно рассмотреть только в исключительно редких случаях, когда мы твердо уверены в присутствии бактериального воспаления, а не вирусного. Чем могут помогать пациенты? Конечно, это обычные противовоспалительные средства, которые позволяют снизить температуру, если она выше 38,5 градусов, облегчить ломоту в теле, слабость, нестероидные противовоспалительные средства. Обильное питье, потому что пациент, конечно, теряет жидкость. Все это есть в наших рекомендациях, в нашем клиническом протоколе. Сейчас не сезон для каких-то вспышек вирусной инфекции или бактериальных пневмоний. И надо полагать, что большинство этих пневмоний, при которых не идентифицируется коронавирус, то есть ПЦР остается отрицательным, все же имеет коронавирусную природу, что позволяет так предполагать сходство клинической картины и радиологических критериев. Очень много предпосылок для того, чтобы получить отрицательный тест при истинном наличии коронавирусной инфекции. И не нужно забывать. Поэтому мы вынуждены иногда ориентироваться и на клинику, и на особенности компьютерной томографии, в частности, ну и на лабораторные характеристики. Симптомы пневмонии появляются не сразу, как правило, не раньше, чем через 5-7 дней, в так называемый респираторный этот период. И первыми симптомами могут быть и даже простой кашель, одышка, дискомфорт, ограничение вдоха выраженное и боли в грудной клетке. Нужно сказать, что признаком именно поражения нижних дыхательных путей является постепенное прогрессирование этих симптомов. И, конечно, выраженность этих симптомов зависит от того, насколько обширно поражается легочная ткань. Здесь имеется зависимость. Если эти симптомы не прогрессируют, то постепенно и температура не сохраняется во второй период, не задерживается больше, чем 7 дней. Я думаю, что тревожиться не стоит. Это не повод для того, чтобы начинать принимать антибиотики или бежать делать компьютерную томографию. Если же человек видит на протяжении 2-3 дней, после того, как появились эти симптомы, что они усиливаются, что появляется либо вторая волна лихорадка, либо повышение температуры, либо не прекращается первая, это может быть признаком серьезного поражения легких и требует проведения исследования и смены тактики лечения, наращивания какой-то терапии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова